Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1116. Событие дня. Псалом 24, 19. Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня. За 5 января 2019 года. Объявление про нашу сестру, кто умерла, остались дети. Кто желает, помочь может. Просто затормозить и можем просчитать все. Попросили открыть фонд такой. Дети подрастают. Письмо Володи Пащенко. Здравствуй, Володя. Меня зовут тоже Володя. Я из города Иваново. Долгое время смотрю и считаю материалы о жизни христианской общины, основанной замечательным современным подвижником благочестия Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Хотел бы приобрести книгу Игнатия Тихоновича, например, «Крестен православие» с его автографом. Готов перечислить нужные средства за книгу и расходы по отправлению. С уважением, Владимир. Наталья. Это типа какое потрясающее изыщество. Не тому кланяются и хороводы водят. Если бы они были христианами и познали, что такое борьба за спасение, то не было бы у них ничего, их с землей не сравняли и не мучили, как наших святых мучеников. Они понятия не имеют о духовном. Все по плоти. Тут на земле царствовать и в раю, как в конь скакать. Чеченцы, дагестанцы похлеще, чем арабы. Им дать власть, они нас с землей сравняют неверных. Я показал, как у них справляют по разным местам Чечни. Память своего какого-то знатного человека. О нем разговор пошел. Виталий. Да. Речь о единстве, которая славянам и не снилась. Вот о чем Виталий так говорит. Какие они едины все вместе. Да и хай сравняет по делам. Славян давно пора на помойку истории. Впрочем, они уже там, как греки. Лучшие славянские сыны взошли на Голгофу в 20 веке. Осталось практически отребие. Это факт, Наталья. В Сирии головы резали как раз по контракту. За тысячу долларов они головы и бросали беременных. И ребенка еще его вытаскивали. И пинали, как мяч. Они хорошо учат и у себя арабский. Сами-то они тут не работают. Я сколько их тут знаю и жила с семьей. Меня один год через стенку. Даже пыталась говорить о Христе. Хотя тогда и сама не знала о Христе. Они сразу агрессивные становятся. Невозможно говорить. Стена бетонная. Это о мусульманах все. Виталий. Такое, в кавычках, православное. И мне не нужно. Православные, на Б, говорят, такие женщины, сами разрывают своих же детей миллионами. И православные, в кавычках, мужчинки, это одобряют. Слава Богу, и за это могло быть еще хуже. Вот придет царь долгожданный, как шауль. Тогда русские проснутся, грех по ронжу наделают. Только Христос может снять. У Бога свой план, как привести человека к покаянию. Все это было уже ничего нового. Только мы стали хуже. Ведь написано, во многих охладеет любовь и придет Господь, найдет ли веру на земле. А это значит, что веры-то и не останется. Тут и новокрещенные отходят от церкви или обратно к ритикам. Страшно, что делается. Виталий. Новокрещенные, обливанцы, что ли, которых огласили за 15 минут и потной ладошкой помочили? Наталья. Нет, те, которые приняли полное погружение. Виталий, а были ли они в церкви? Наталья. От такого неожидаемого православия отходят. Тут сразу десятину не платят. Борода надоела. Платок достал. И все. Виталий. Как можно не вознушаться перманентной лжи? Наталья. Меня поражают те, кто приходят из всех, кто своих десятину платили. А как переходят православие, так все не хотят в руки священнику давать. Ложь везде. Куда уж от нее спрятаться? Ребенок еще маленький, не понимает, что такое ложь. И уже лжет. Виталий. Но особенно омерзительно, когда она ложь. Это с поноги. Наталья. Да. Если вера не евангельская, что тут ожидать-то? Приди. К вере евангельской не так просто. Виталий. Вера от слышания слова Божия. Точка. Наталья. Аминь. Мне свою душу спасти, а еще за других вручать, все каждый за себя ответит. Меня, конечно, поражает Игнать Тихонович. Пожилой, в мороз. Евангелие раздает о Христе. Хоть что-то сказать хочет, а никто не имеет даже нужды. Хоть вы поинтересовались. Что за книга? А что в ней написано? Про кого? Ничего совсем. Больно с кормом погибает целый народ. Виталий. Малое стадо было, если будет. К концу умалиться со всем филиппинцам. Я пишу стихотворение. 3.17. Эпиграф. Подражайте, братья, мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете внахц. Я не пророк, а просто проповедник. И то сказать с великой натяжкой. Не просто быть хотя бы не очень вредным. И живущим рядом, чтоб не стало тяжко. Считаю, Библию непредвзято вижу. Какие же пророки все гиганты. А мы пониже и, видать, пожиже. Но так же получаем от поганых. Полезно сравнивать грядущее с прошедшим. А как бы я вот там-то поступил? И совесть неподкупная прошепщит. Было прокинуть бы и не хватило сил. Мы верим, как научены отцами, по-православному и думаем, все ладно. Но в Библию, когда заглянем сами, то тороп берет. У нас не все так гладко. Апостолы оставили примеры, отобразили подвиги в посланиях. До спеха их мы кое-как примерим, как мало избранных из многих званых. Я не пророк, но запасаюсь впрок с изекиилем на боку в осаде. К нам из эфиры вести, как гонцы в свой срок. Свобода кончилась, за экстремизм посадят. Я не пророк, но рад знакомству с ними. Молюсь, перечисляя их утром имена. Считаю Библию и передо мной их снимки. Пристраиваюсь следом и сею семена. Стараюсь искренно, по-детски подражать. Критически осматриваю поступь. Какой же будет здешний урожай? Желтеет с краешку моя полоска. Я не пророк и даже не апостол. Хотя, как знать, понятен их язык. Мой труд исследует, признают после. Моя делянка их совсем впритык. 14 декабря 2006 года, Игнатия Лапкина. Ибо если я благовествую, то ни с чем не хвалиться. Потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Наталья, как стати! Какое потрясающее стихотворение! Да, мы пожиже. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Как хорошо, что вы и есть. И Господь вас послал именно России делать и жатвы. Наталья, далее. Как стати! Это она повторяет. Сергей Аптушенко. Вопрос. 830-й. Второй том открытым оком. Расскажите, это ко мне вопрос. Как вы боретесь с грехом? Как возгреваете ревность? Как укрепляетесь в истине? Это я в университете веду занятия. Ответ. На все эти вопросы пространно отвечают пять книг добротолюбия. Когда мою мать спросили, как ты могла воспитать таких верующих детей, когда вокруг одно безбожество? Она ответила, никто их не воспитывал. Они работали и росли. А мы детей, считай, не видели. Целыми днями на работе колхозной. Десять детей мать воспитала, а было двенадцать. Марка 4, 26-28. И сказал, царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем. И как семя восходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Все три вопроса я никогда не ставил по отдельности для себя, чтобы так вот с утра до вечера напрягаться и думать, вот тут я буду бороться с грехом, а вот тут на пути еретик, сейчас я возгрею на пути ревность и огрею его. А вот здесь начну укрепляться в истине, потому что хочется соврать. Ничего этого я не делаю, просто молюсь и живу и радуюсь всему, что дает мне Бог. Бог, давая первый урок Адаму, Бог очень доходчиво разъяснил единственному школьнику. Нельзя. Буду бить очень крепко, если не послушаешься. Урок закончился. Мне Бог сказал, живи в моих заповедях, дал мне в руки Библию, как шоферу правила движения, погладил меня по голове и сказал, живи, радуйся, трудясь над собой. Я жду тебя домой. Чаще мне звони и пиши. Что неясно, спрашивай. Кажется, Еремия, 33,3. Наталья Щернова. Мир вам, Игнать Тихонович. Посмотрела ролик свидетельства цыганки. Вроде и про Христа, но про православие нелестные отзывы. Как отнестись к такому видео? Остановилась на этом ролике только потому, что удивилась, как цыганка смогла уверовать. Разъясните, пожалуйста, постановка или за правду такое может быть. Ну, по конкретному случаю трудно сказать, но в жизни я ни разу не встречал верующих цыган. Встречались, которые назывались верующими, обманщики. Притом грубые такие обманщики. В одной комнате разговаривает со священником, а в другой она сидит и вроде ребенка кормит. А сама поящий ящик, на котором сундук сидит, ногой долгит. А в другой комнате другие пятеро все подбирают. Ну, ладно, батюшка, я пошла-вышла. Священник маленько погодя, выходит. Комната чистая. Обманщики. Вот она посмотрела. Не могу конкретно сказать. О каком видео спрашиваешь, Наталья? Если такое и было, то и мне непонятно. Как? Делают и постановки умышленные, но конкретно нельзя никак сказать. Ну, вчера же день суббота. С Володей пошли мы к Татьяне Кузьминищине, помылись. Потом поехали, куда он ездит за хлебом. Ня Нила Алексеевна нам пишет щукина хлеб. Там ничего нет. Посмотрите, как она все делает дома. И на это нападки. А вы только там этот человек. Ну, такие пакости. Говорят, как бороться вот с этими, которые заходят, тролли? Как бороться? Никак. Просто ты их заблокируй. Все. Один раз, другой. Никогда не отвечаем. Это демоны подземные, тролли в скандинавских странах. Они тебя разогревают. Так, допустим, кто-то на тебя говорит, что-то ты не отвечаешь. Ну, он поговорил, поговорил, видит, что ты не отвечаешь. Он отошел. Как только ответил на одно слово, у него все в заготовке. Теперь он будет так и клепать, и клепать. Ничего не отвечать, с первой же минуты заблокировать. Видишь, он недружественный. Не сюда забрел. Разгадаешь, что он сказал. Бывает, так говорит, а под этим ты должен подоплеку увидеть. И сразу блокируй его. С ним разговаривать не надо. Ролик дается для того, чтобы порадоваться. А не для того, чтобы ты заходил и тут придумал, щванился. Ну, вот. Дома тут пришли вещи вечерние было. И показать свои ресурсы. Это вот в моем мире, что есть. Люблю эту систему. Вот это у меня тут где-то форум был. Сейчас-то нету его. Придется здесь открыть. Отдельно форум. Там что-то смотрел. Новые сообщения. Вот он как выглядит. 1600 тем. А вот он, ленточный. Вот он где ушел. Я ушел от него. Зачем-то тут залез. Это православный видеоканал. И вот интересно. У меня везде кто-то подталкивал. И вот видеоканал тут. Программисты сделали мне все. Я на нем работаю. 13 тысяч, почти 600 роликов. Ну, это работа каждый день идет. Вот. Пошли мы на почту. Володя как сдает. Я вот. И все это засняли. И как у Нианилы были. Вот. Тут голога у меня тут. В комнате начали уже облюд делать. Кошек прятать надо. Ну, так вот, к примеру, все показал. Что у нас тут есть. Людям интересно. И на почте как тут дают. Сдаем почту. Они ни разу не потеряли. Я за все благодарю. Да и небольшой ролик-то. Семь с половиной минут. Нет, это даже 4 минуты. Неполных 5 минут. Вот. Тут на улице голуби дикие с ними побыл и показал. На вечерне дальше. Вот интересно. Вот этот видеоканал. Потолкнула меня здесь к этому. Самира Тагеева. Мусульманка из Баку, Азербайджан. Она говорит, отец Игнатий, у вас уже сколько, 5 роликов. Надо свой канал открывать. А я кое-что писал и вставлял на форуме. Она говорит, нет. Отдельный канал. Ну, 5 роликов, я подумал, достаточно много. Но если 13 600 уже роликов, ну, разница большая. Вот обязательно кто-то толкнуть должен был. Я рассказывал про женщин о ней. То печатать, то переплетному делу, то еще к чему-то. Вот обязательно они меня подталкивают к этому. Я благодарю Бога. Да ну, неужели бы вы не сделали? Да сделали бы. И начинаю. Ну, глядишь, и получилось. Вот. Теперь дальше. Библейский православный сайт. В него заходить можно. Смотреть. Я встаю здесь часа в 2 ночи. Начинаю печку затоплять. Тут разбираюсь с интернетом. А в 4.40 уже Владимир Пащенко встает со стенкой Надежды Васильевны. Тут идет молиться. Тут в субботу. Как всегда так. Ну, это все. Пока. Продолжение следует.